всем привет все добро пожаловать на наш канал живи в сочи сегодня судя по алексею вы наверное уже поняли что мы опять едем в адлер сегодня у нас будет объект жк монреаль 2 сразу наверно обозначим да для кого этот объект под что он подходит обед подходит под сдачу именно под сдачу то есть и по суточным можно и длительно да он подойдет вот постоянное место проживания более наверное молодым все-таки паром холостяком холостяком до сказать одиноким девушка но всего лишь по одной простой причине потому что площади достройщик так уж делал площади все маленькие то есть там нет площади 50 квадратных метров чтобы могла полноценно заехать и обосноваться на большая семья ну или просто среднестатистическая то есть родители двое детей поэтому все-таки это либо для молодых бар скажем так до постоянного места проживания либо под сдачу все хорошо я понял в общем давайте еще вам скажу что цены начинаются от 2 300 так что кто искал под сдачу либо холостяк смотрите дальше всем приятного просмотра и силы бредим тенси нам тел да к ума он джа и тизна учет так паса сезон цена ринба друзья мы подъехали к дому дом семиэтажный полностью уже готовы для проживания то есть можете делать ремонт обратите внимание расположение моря даже с первого этажа как на ладони вот так же в обратную сторону вид на горы мы сейчас и в облаках поэтому полноценной картины сегодня не увидим пройдем в дом посмотрим планировки квартиры и характеристики да лёша так сказал скромно про этот вид я бы сказал офигенный вид друзья конечно все что сереньким это уже полностью проданные квартиры то есть осталось у нас выборочно на разных этажах ну и в принципе совсем чуть-чуть давай наверно я сейчас поделюсь впечатлениями по отделке отделка в принципе неплохая декоративная штукатурка лифт лифте как понимаем sr это значит что он не повезет нас такая красивая табличка двери двери первый раз вообще такие вижу честно из виза вписываются на какой этаж пойдем пойдем сразу на седьмой этаж сразу покажем видовые характеристики с первых этажей мы уже с парковки сняли и полноценно открываться весь район окружающая инфраструктура ну и все территориальные расстояние все расскажешь нам да опять седьмой этаж и это после того как вчера у меня был день ног кто уходит заниматься в зал поймет меня поднялись мы на седьмой этаж показываю алексей нам квартиры принципе обратите внимание все квартиры в которых двери открыты они свободны то есть можно не подирать вот так как мы поднялись на седьмой этаж он самый дорогой то есть есть альтернативные квартиры подешевле по ценам еще подойдем на нижних этажах просто здесь максимально большее количество свобод поэтому планировки одинаковые будем смотреть на этот этаж да давай коротенько покажем это в прошлый раз у нас полчаса получилось ну давай начнем с первой квартиры у нас квартира у нас 22 квадратных метра по стоимости 2 2 миллиона 500 тысяч работники уже конечно обосновать так санузел матрасы подарок обычная студия я не знаю что тут про нее рассказать а студия с балконом единственное на что могу обратить внимание на супер пупер вид да вид классный а вот здесь еще облака у нас сегодня а так алексей горит там весь кавказский вот этот хребет до вино ли интересно именно кому важен самый безупречный вид конечно квартиры и нара более зеленые ну а эта сторона просмотрит на сочи но пойдем квартира 30 квадратных метров прошу так сейчас и сразу поделюсь впечатлениями здесь санузел так и здесь у нас прямой вид на море тут стекла нет красота и здесь кстати абсолютно абсолютно нет шума как прошлом доме которые мы снимали здесь кстати алексей это мне хотел рассказать что здесь почему посуточно пойдет потому что здесь гостевые дома что то что то что то кто не хотел до обратить внимание что все весь частный сектор который есть в округе помимо квартирных домов, это все частные гостиницы, гостевые дома, все они с номерами, комнатами, и все это сдается именно посуточно. То есть акцент именно на теплый летний период, когда сдается все посуточно, максимально период заработка. Давай скажем, наверное, все-таки те люди, которые хотят сдавать посуточно, умеют считать, да, и поскольку они летом, да, в сезон, сезон у нас 5 месяцев, то есть лето и по краям еще по месяцу, за сколько можно, допустим, квартиру, минимальную здесь 19 квадратов, да, за сколько можно в сезон сдавать посуточно? Смотри, так как это все-таки не номер, а квартира, то есть полноценная квартира, квартирный дом, в котором нет никаких правил хозяев, поэтому о суммах можно говорить ориентировочно, с квартиры 19 квадратных метров в районе 2,5 тысячи посуточно, это именно та сумма, которая не даст временным простоям, да, вот, можно сдавать, конечно, и дороже, но тогда аудитория сужается, все-таки. Ну да, жадничать не надо, надо, чтобы квартира сдавалась, работала. Долгосрочно, сколько пока не сезон можно сдать ее? Если касаемо площади квадратов 19, опять же, в этом доме, я думаю, в районе 15 тысяч, от 15 тысяч, да, то есть это нормально совершенно до 15. Да у нас дешевле 15 тысяч, я не знаю, как у вас в Адлере, у нас в Сочи уже вообще ничего не найдешь. Ну, опять же, если снимать помесячно, то есть долгосрочно, а в горячий период, то эта сумма уже на площадь 19 квадратных метров будет от 20 тысяч. Леш, давай поясним, наверное, зрителям, нашим подписчикам, цена здесь получается 107 где-то тысяч за квадратный метр, кто-то скажет, дороговато, ты просто говоришь, что есть, ну, вы должны понимать, что эта цена, эта цена за квартиру в сданном именно доме. Алексей мне уже, пока мы ехали, пояснил, что есть абсолютно такие же дома, но еще не сданные, цены там на порядок ниже, да, мы их просто не снимаем, потому что мы все-таки с такой позиции снимаем, что уже сданные дома, где вы вообще не рискуете. Кстати, напишите в комментариях, нужно ли вам такие дома снимать, мы, в принципе, прислушаемся и, если что, снимем, да. Ну, расскажи вообще о ценовой политике, я просто не совсем в курсе. В данном районе есть дома полностью сданные, так как вот данный комплекс, который мы сегодня снимаем, и есть дома, которые, ну, так вот, есть, так уже принято говорить на предсдаче, но есть также и которые начинают строиться. Значит, здесь мы должны понимать, что если мы покупаем, ну, это тенденция в любом районе города, если мы покупаем квартиру в сданном доме, то цена эта уже, по сути, окончательная, да, максимальная, да. Максимальная, да. Если мы покупаем квартиру в доме, которая еще без документов, да, то есть уже все подходит к этому для получения, да, там, может быть, месяц, может быть, два остался, где-то больше, где-то меньше, вот, то суммы там варьируются уже, ну, иной раз вдвое меньше, нежели в сданном доме. То есть сданные дома – это ориентир. То есть что в итоге вы получите, вложив деньги, как инвестиции в строящийся и подручную без документов. Алексей сказал, то есть вкладываясь рядом стоящий строящийся дом, вы можете по соседнему дому, как бы, увидеть картину, увидеть ценовую политику и понять, сколько у вас квартира будет стоить, когда уже этот дом сдастся. Ну, ты говорил, что здесь и по 60 тысяч есть на предсдаче, да, в домах? Да, есть стоимости 60 тысяч, не от 60 тысяч, да, то есть в домах, в которых даже в принципе вы уже можете делать ремонт и заходить, пользоваться своей недвижимостью. Единственное, что нужно – подождать, так как юридически еще не все готово, просто дождаться документов, и цена автоматом вырастет уже до максимальной, то есть до ориентиров, как и в этом доме. 60 тысяч, Алексей, это крутая, крутая прям цена. И что касается расположения дома, все-таки сверху, наверное, более видно. Обрати внимание, вниз камера. Да, то есть вот эта дорога, она совершенно неизвилистая, она совершенно прямая, и выезжаете вы на улицу Ленина, у нас с нее приехали. По факту вы переходите улицу Ленина по надземному, либо подземному переходу, ну и до моря там рукой подойдет. Оказываемся в курортном городке, в принципе, в таком туристическом, да? Да, вот если ты поснимешь сюда, то мы видим здесь, к примеру, пансионат Изумруд, пансионат Орбита, пансионат СССР, бывший аэрофлот, гостиница Весна, и дальше корпуса, там фрегат, дельфин. Там, кстати, аквапарк Амфибиос, который я ходил. Да, фрегал. Квартиру на сторону Сочи, она 20 квадратов метров, по стоимости 2,3 ста. 2,3 ста. То есть это чистая цена. Чистая цена, да. Нам доплачивать тоже ничего не надо. Мне все спрашивают, надо ли вам что-то заплатить. Нет, нам не надо, нам платят застройщик. Так, ну смотрите, вид-то вообще классный. Вид у нас на Сочи. Вон он, родненький наш. Смотрите, а здесь зелень. Зелень, 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 зелень. Тишина и покой. Классно. Мне нравится эта квартирка. Да, такая уютная маленькая студичка. Здесь располагается кухонная зона. Ее можно сходить сюда, да. Здесь устанавливаете, конечно, микровать. То есть раскладной диван. То есть компактно, уютник. Здесь можно сделать очень классно. Она вообще светлая, хотя нет маленькая. Потому что панорамное окно в пол. Ну, в общем, такую квартирку покупаем и сдаем ее посуточно спокойно, да? И еще немаловажно, что на такую площадь вы сумма, которая будет требоваться на ремонт, она так же не значительна. Да, все верно. Плюс еще, кстати, мы с тобой так и не сказали. Отделка. Ну, многие, конечно, вы, наверное, если с кем-то уже общались, вам будут говорить, что чистовая отделка. Это, конечно, не чистовая. Это ближе к предчистовой, потому что стяжки пола нет. Стены, они не идеальны. Они просто, не скажем так, выровнены. Мне кажется, это застройщики делают для того, чтобы квартира оказалась больше. Вот, серьезно. Возможно, и так, да. Но сам факт, все-таки, когда люди видят белые стены, а не блоки. Да, ну сразу вид как бы такой более, как сказать, больше похожий уже на кризис. Посмотрите, здесь в Ереван самолет улетает. Здесь, видимо, армянская семья. Есть у меня армяне, что написано по-армянски? Что-то доброе, мне кажется, очень семейное такое. Так, ну что, еще посмотрим что-нибудь? Да, посмотрим еще. Пойдем. Проходим в квартиру. 36 квадратных метров. Она максимально большая в данном комплексе. 36, да. Она выделяется из всех. Цена? 4,200. 4,200. Да, я прям даже вам не буду санузел показывать. Смотрите, какая просто зелень, зелень, зелень. И вот здесь горы будут, да? Здесь вообще будет красота, в общем, когда не будет вот этих облаков. Здесь Кавказский хребет. Да. Ну, кажется, это так же время, это очень хорошо будет, собственно говоря. Ну, смотри, она 36 квадратов, она выглядит довольно-таки большой. Наверное, есть такая квартира, которая является максимально разнообразными и двойными характеристиками. То есть, это море, это полностью видит на Кавказский хребет. То есть, где когда тучи расходятся, это прям вот они, шапки зимой. И олимпийские луга лета. То есть, где он видит и хорошо. Валкончик посередине. И Никит Падавид. Так. Плодовида на Олимпийский парк. Вон даже самолет взлетает. Олимпийский парк, стадион на... А вон этот, стадион Фишт. Ну, покажи, что шума от самолета не слышит. Ну, что-то там чуть-чуть слыхать. Да, не могу. Стадион Фишт, знаете, как переводится? Фишт. Фишт с адыгейского переводится белая голова, если я не ошибаюсь. Значит, вы будете наблюдать белую голову. Ну, смотрите, давайте я сейчас вам такое эссе, как бы я тут все распланировал. Вот здесь, конечно же, встает кухня с таким классным балкончиком. Прямо на кухне делаете кофе, выходите с чашечкой кофе. Представьте, что у меня здесь чашечка кофе. И наслаждаетесь видом, зеленью. Вообще красота просто. Так, ну что, на этом, наверное, закончим, в принципе. А то, чтобы опять не растягивать видео. Ребята, в общем, вы все поняли про данный дом. Хороший дом с данными, с документами, с коммуникациями. Все здесь в порядке. По ценам мы примерно вам все показали. У кого не хватает денег на данный дом, есть также предложение в домах на предсдаче. В общем, обращайтесь, пишите в комментарии, звоните на наш общий номер. Свяжу вас с Алексеем опять. Да, еще небольшой нюанс мы с тобой не осветили. По ипотеке есть доплата. Это потому, что мы говорили, что доплат нет. Есть в том случае, если у вас ипотека, либо Сбербанка, либо ВТБ, либо другого банка. То есть есть доплаты. Поэтому уже индивидуально обращайтесь, и мы вам все полностью расскажем. В общем, да. Если вам говорят, что если у вас ипотека, есть доплата какая-то, вы не пугаетесь. Действительно, такое бывает. Это идет не от нас, это идет от застройщика. В принципе, на этом все. Все, давайте, друзья, обращаться. А то опять сейчас мы наснимаем. Всем пока, всем хорошего дня. Звоните, пишите. Субтитры сделал DimaTorzok